Теперь размер выплаты высчитывается индивидуально из расчета конкретных показаний за услуги ЖКХ. Это значит, что впадает необходимость делать перерасчеты, но при этом специалистам будет нужна точная информация о начислениях от самих поставщиков. Они же, в свою очередь, смогут предоставить сведения только в конце каждого месяца. Соответственно, в это же время льготники будут получать компенсации. Если в начале июля они получили за июль, то, естественно, за август они получат в сентябре. И вот этот разрыв привел к неким вот таким настроениям, что люди потеряли месяц. На самом деле, они в июле получили за июль, в сентябре они получат за август. Поэтому никакой потери месяца здесь не будет. То есть люди просто получат эти деньги в начале сентября и уже получают за август. Тем, кто вошел в число льготников после 1 июля для получения выплат, необходимо подать заявление в Управление социальной защиты по месту жительства или по месту пребывания. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Документ, который подтвердит право на социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг. А также документ о регистрации по месту проживания. Тем, у кого есть, необходимо взять с собой пенсионное удостоверение. А тем, кто хочет получить компенсацию на банковский счет, следует принести с собой документы, которые подтвердят наличие лицевого счета. Продолжение следует...